Прикольно, похоже здесь утренних акультников, за ракушками нет, наверняка можно найти целые ракушки и красивые камешки, да и тут полно, глядите, посмотрите-ка, и с собой увезти, жалко, что у аквариума нет, у меня уже нет. Красота, в любом случае, да, в этот раз я приехал, очень холодно, ветер холодный, колючий, но климат может поменяться, и в любом случае вот этот запах моря, вот эти все вещи, это все, ну это все незаменимо ничем. Ух, а если учесть еще тот момент, что я сюда приехал не отдыхать просто так вот, а еще и поработать, если все сложится так, как я хочу, то вообще все замечательно сложится. Кстати, хотел взять с собой еще удочки, морскую рыбалку освоить, ну и как-то не сложилось, а теперь смотрю на вот это все и понимаю, что оно не сложилось бы вообще. Но, плохая погода, помеха не для всех, вот, кому-то вообще попарабаду. А сейчас иду назад, соответственно, ветер дует в спину, а солнышко на правую щеку, и я ощущаю, как оно греет, то есть оттуда шелми обдувал, я не ощущал, а сейчас ощущаю, что греет, то есть убери ветер, и на солнце можно реально загорать. А травка какая тут, не знаю, камера передает, не передает, в рожайный год был на шишке, судя по всему, все облеплено прям. Вообще, что мне нравится, Сочи, сколько там, больше 200 километров набережная, да, и вообще сам город в протяженности. И везде ты можешь идти, и везде что-то интересное, хоть даже и повторяется, и везде есть что посмотреть, и везде есть, вот, ну, я не знаю, в общем, как бы, где побывать. То есть это такой же город, как и Москва, который обойти весь невозможно. Ну, и где, как ни в Сочи, экзотику, кактусы, пальмы, вот это все, то есть, ну, в Москве, да, в офисах, где-то мы там еще можно такие вещи понаходить, но не такие. А здесь на улице круглый год, пожалуйста, иди, даже можешь потрогать. По-моему, это платан, если я не ошибаюсь, такое интересное дерево, вот, что оно с собой делает, саму себе кору сбрасывает, зачем-то, оголяется. Экзианист среди деревьев. Да, где еще? Февраль, март, идешь, зелень, 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 зелень. Так, ладно, я иногда буду молча просто что-то снимать, потому что комендировать все, но просто сил нет. Здорово, здорово, здорово. Если бы еще не ветер, то вообще бы красота. Какой-то как тусятник я нашел, не знаю, как это назвать, даже вот такие, они же только в комнате у нас растут, как тусята. О, а этот вообще даже еще и, по-моему, цвести надумал, да? Вот, пожалуйста, вам. Вот климат какой классный здесь. Тупочки какие-то, не знаю, что это. Ну, вот они вот такие, потом валяются. Так, что-то я теперь засомневался, не вот это ли платан, а про то дерево, может быть, я наговаривал на него. Ну, как-то разобраться, кто в курсе, подскажите. Так, вот, значит, дерево, пытаюсь тут найти еще, шишечки, вот они кое-где есть. А вот, значит, за зиму всю, вот, звери какие-то, как их поели. Ой, а запах какой интересный, даже грибами чуть-чуть пахнет. Запах. И люди выходят, ветки пообломали. В общем, тут целое дерево с мимозой. Вот оно. Запах просто обалденный. Вот я, не знаю, по-моему, когда продают, такого запаха уже нет. Ну, впервые в жизни я ощущаю, как мимоза пахнет именно от дерева. Цветки, вот, не тот запах. Здесь какой-то прям сладкий. А вот еще что-то цветущее. Вот такими цветками. Куст целый, я не знаю, что это. Так, если я не ошибаюсь, это как-то похоже на вишню вообще, да, вот это вот. Вот, и я тогда вижу уже первый цветок, который зацвел вишневый. Сегодня 2 марта. Так, я не знаю, что это. Какие-то черные, синие-черные ягоды. Вот они. Но это тоже цветет. И вот тут рядом тоже куст цветет из вот этого. Вот наверняка же обманывают. Вот, посмотрите. Говорят, здесь мороженое. А нет там ни хрена. Так, судя по всему, это дельфинарий. И вот перед ним такая офигенная площадка с таким бассейном. Ну тут, наверное, это еще советская эпоха. Мозаичка. Да, здесь наследия СССР много. Вот, куда ни глянь. Несколько зданий, кстати, прям похожих. Вот, одно из них. И его сейчас уже реконструируют. Вот, все, полный ремонт. Будет современное такое здание. Вот, тоже интересно. Не бросайте салфетки, девушки. И как раз таки вот. Так, в Сочи уже даже скворцы есть. Вот он, один из них. На московского не похож. Вот это я всегда обожал и любил. Такое оно мягкое. Такое оно, как будто не иголки вовсе. Приехал на мойку. А здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Там он еще девятый, уже открытый кабриолет стоит, блин. Я такого скопления кабриолетов, в принципе, не видел нигде никогда. Фу, ну то на черта машина была похожа. Сейчас хоть помыл немножко ее. Аж стыдно было. Вот погодка классная сегодня. Море, куча кораблей там на горизонте. И еще один неспоримый плюс Сочи. Это практически круглогодичный мотосезон. Да. Вообще получается дорога над домами. Ну это, конечно, не новость. Но все равно смотрится так необычно. Еду, еду такой. Красота-то какая, блин. Остановлюсь, выйду. Тут еще и водоем какой-то. Выхожу, ребята, конечно, все красиво, все хорошо. Но запах, фу, блин, сероводород. В чистом виде, просто, блин. Вонище полное. Так что, если бы камера передавала вот это, то вот эта вся красота, она, фу, блин. Она воняет очень сильно. Придется сказать. Знаете, вот это лечебная грязь и вонючая. Так вот в сто раз хуже вот это. Но видно, что здесь поток шел намного выше. Вот здесь, вот, вот. Вот эта вся грязь, насколько высоко мусор цеплялся. Это значит, получается, здесь все успокоилось. А, ну понятно. Вот это трубы. Это, скорее всего, с канализацией будет связано все. И сюда вот этот сброс будет идти и в море вытекать. Отсюда и вонюча такая. О, дерево какое. Гляньте, посмотрите, а. Так, уже спряталось. Я уже теперь понял, откуда-то запах такой. Мацеста здесь. Вот чего. Лечебницы же вот эти вот. То, что говорили, что здесь. Вон она, видна, корпус. Поэтому и запах. Так что дышите глубже, здоровее будете. Я на обратном пути буду ехать, покажу. Останавливаюсь специально здесь. Эта остановка называется Орлиные скалы. Ну, необычно. Так, в общем, это большой палок. Здесь много всего. Есть что посмотреть. Несколько раз мне на картах, когда что-то ищешь, выпадала там статуя этого Прометея. Орлиные скалы. Ну, и в общем-то, как бы совпало, что надо как раз сюда мне заехать. Вот. Это все находится на территории Сочинского национального парка. Я так думаю, это один из его как бы частей, филиалов. А может быть, это что-то огромное. А это один из входов в парк. Ну, пройдемся, прогуляемся, посмотрим. И вот лес, лесная зона. Тут весна полным ходом. Третье марта сегодня уже. Посмотрите. Красота. Так, и вот. Такие еще цветики, цветочки, растения растут. И вот уже, наверное, отцветают. Очень широко раскрылись первоцветы. Да, уже внутри видна даже какая-то зависть. Прошлый год, в 20-х числах февраля как раз я, был полным ходом. Все цвело. Прямо белая земля была. Как в Белгородской области от первоцвета пролисков. Синяя, даже голубая. Все, как будто небо на землю упало. Так вот здесь от вот этих цветов тоже все белое. И вот эти деревья. Во мху. Вот. Как в песне. Он искал во мху енота. Ищу во мху енота. Ищу во мху енота. Ищу во мху енота. Вот во мху енот. Вот. Ищу во мху енота. 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 Продолжение следует...